Добрый вечер. Вашему вниманию новости на Хабар 24 в студии работы Динар Жамбатарова. В Казахстане усилили контроль за зарубежными рейсами. Все из-за случаев неизвестного заболевания, выявленного в Египте. В Минздраве нашей страны заявили симптомы болезни схожи с лихорадкой Денге. Это высокая температура рвота и головокружение. Сейчас в аэропортах у прибывших пассажиров измеряют температуру, а в салонах самолетов между рейсами проводят дезинфекцию. Отмечу, лихорадкой Денге уже заболели двое казахстанцев. Это житель столицы Павлодарец. Они заразились инфекцией в Таиланде, переносчики этой болезни – комары. Врачи рекомендуют, находясь за границей, носить закрытую одежду и использовать средства от насекомых. Если специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявляют людей с высокой температурой, их сразу осматривают в медицинских пунктах в аэропортах. Если симптомы лихорадки Денге подтверждаются, то пациентов направляют в городскую инфекционную больницу. Между тем, число случаев заражения лихорадкой Денге приближается к историческому максимуму. Причина – глобальное потепление. Климат способствует размножению комаров, которые считаются переносчиками болезней. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2000 года число случаев заболеваемости увеличилось в 8 раз. В Перу в этом году из-за вспышки Денге было объявлено чрезвычайное положение. Случаи заражения также зафиксированы в Судане, Боливии, Парагвае и в странах Европы. Температура воздуха в Афинах достигла красного уровня опасности. Новая волна жары накрыла Грецию после лесных пожаров. Закрыты некоторые места массового посещения, в том числе исторические памятники. Медики предупреждают местных жителей об опасности нахождения на улице. Людям с проблемами со здоровьем рекомендовано работать удаленно. Метеорологи сообщили, что ожидаемый пик жары – 45 градусов по Цельсию. А Италию после продолжительной экстремальной жары накрыли сильные штормы. Грозы и град зафиксированы на севере страны. В городах близ Милана затоплены улицы. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время температура на севере понизится. А вот на юге страны аномальная жара сохранится. Сильный ливень с градом оброшился на американский город Колорадо-Спрингс. Треть страны переживает различные погодные аномалии. На юге и юго-западе сохраняется продолжительная жара, тогда как в центральных штатах идут грозы. От сильных ливней страдают и восточные побережья. Ранее дожди с градом и ветер со скоростью почти 100 км в час нанесли ущерб штатам Миссури, Иллинойс и Кентукки. Самодельный автомобильный переход для легковых машин на участке грунтовой дороги Шамбулак-Манжелка размыло из-за селевого выброса. Причиной стали интенсивные и продолжительные дожди на гидропосте, Кумбель, устье бассейна рек, Большая и Малая Алматинки. По бассейнам рек Аксай и Каргала селевых выбросов не обнаружено. Здесь вода протекла без препятствий. В настоящее время подразделения МЧС переведены на усиленный режим работы. Сотрудники следят за уровнем воды в реках региона, поскольку в Алматы, Алматинской области и области ЖТСУ сохраняется высокая степень селевой опасности. В результате выпадения интенсивных осадков по бассейнам реки Улькин-Алматы сформировался селевой выброс с расходом 5-7 кубов в секунду. На сегодняшний день ситуация стабильная. Расход по рекам в Алмате в норме. Проезд свободен, жертв и пострадавших нет. Внедрить влагосберегающие технологии, снизить потери воды. В Казалардинской области ведутся работы по ремонту гидросооружений и очистка растительных каналов. Только в одном Жалагашском районе на эти цели за последние три года потратили 12,5 миллиардов тенге. Реализовано несколько масштабных проектов в этой сфере. Есть ли результат, узнавала моя коллега Райхан Тажибаева. Максимум контроля, минимум затрат. Первый в регионе автоматизированный водозабор установили в одном из хозяй Жалагашского района. Его используют для орошения 35 гектаров рисовых чеков, управления процессом с мобильного устройства. Это значительно снижает эксплуатационные расходы и потери воды, говорят аграрии. Сейчас очень много споров вокруг перерасхода поливной воды. Районы обвиняют друг друга в растратах. Потери контролировать очень сложно. Виновных в них найти еще сложнее. А такие технологии подобные споры полностью исключают. Автоматизированный процесс дает полный контроль над расходом влаги. Данный проект пилотный, но уже в планах специалистов внедрить данную технологию и в других хозяйствах области. Снизить потери воды намерены в регионе и за счет очистки гидросооружений, каналов и шлюзов. По проекту будет отремонтировано 12,5 тысяч гидрообъектов, очищено порядка 300 растительных и столько же сбросных каналов. К этому дню работы почти завершили. Сейчас заканчиваем ремонт и строительство водозаборных сооружений. Помимо ремонта гидросооружений и внедрения новых технологий в районе сделали акцент и на увеличение влагосберегающих культур. Часть рисовых плантаций отвели под овощи и бахчевые. Райхан Тажибаева, Ханалиев, Айтмухамед Байдулдаев, Казалардинская область, Хабар, 24. Работы по стабильному прохождению вегетационного периода идут в южных регионах Казахстана. Так, в Казалардинской области установлен лимит водопользования на орошение из реки Сардарья. Также применяется очередность полива и повторное использование коллекторно-дренажных вод. Помимо этого установлен график обеспечения сброса воды из Токтагульского водохранилища. В Туркестанской области применяется водооборот в растительной системе для максимального использования ресурсов. Создана рабочая группа из инженеров, гидротехников, прогоняющих воду из рек Арысь и Бада. В Жамбулской области из-за слабого таяния ледников в горах снизилось заполнение водохранилищ на территории соседнего Кыргызстана. Сейчас в регионе рассматривается вопрос приоритетности полива сельхозкультур. Планируется подавать воду только на сахарную свеклу, кукурузу и бахчевые культуры, исключив многолетние травы. В целях минимизации ущерба сельхозтоваропроизводителям нами применяется водооборот. Так, путем закрытия двух районов, это Жамбульский и Байзанский район, мы прогоняли воду в Талаский район. Эти мероприятия мы уже провели два раза. То есть это было в мае и в июне. Такие же мероприятия мы проводим по Кургайскому району. В целом, нам на сегодняшний день по Кургайскому району необходимо 14 кубов. Однако, как я уже говорил, в связи с маловодием, киргизская страна нам дает воду в объеме только 10 кубов. Почти 20 сел обеспечат центральным водоснабжением до конца года в Акмолинской области. За счет этого доступ к чистой питьевой воде получат 12 тысяч Акмолинцев. Сейчас активно идет строительство и ремонт сети водоснабжения. На это из госбюджета выделили больше 20 миллиардов тенге. Аслан Абуталипов продолжит тему. В селе Домбрала Аккольского района сегодня проживают порядка 900 человек. Село Перспективное строят новые дома. Население растет из года в год. Но одной из проблем оставались дефициты качества питьевой воды. В этом году впервые за 30 лет здесь начали строительство нового водопровода. Из 16 километров коммуникации проложено 4300 метров трубопровода. Уложено 29, смонтировано 29 колодцев. Также пробурено 2 скважины глубиной 60 метров. Параллельно ведем подключение, делаем подводы к домам. Социальные объекты, такие как школы, многодетные семьи, инвалиды. Наша организация делает бесплатно до здания. Сейчас в Аккольском районе идет обновление водопроводных сетей в 4 населенных пунктах в плане обеспечить водой жителей еще 3 сел. По селам, которых нет водопроводных сетей, в будущем планируем до 29 года решить вопрос. Сейчас у нас, получается, по Акколь, Орман-Шаруашалаге и селу Ерназар мы проводим поисковые, получается, написали письма в гидрогеологию по запасам воды. Депутат запаса воды на ближайшие 25 лет, где есть запасы воды, там и будем уже разрабатывать проекты. Сегодня в области дефицит воды испытывают порядка 16 сел. Всего же без центрального водоснабжения остается 170 населенных пунктов. Но в ближайшие 3 года власти региона обещают полностью решить здесь вопрос с питьевой водой. В 16 селах привозная вода имеется. В остальных селах у них либо колодцы, либо индивидуальные скважины в каждом доме. В 105 селах планируется установка комплексного блок-модуля, либо пункта раздачи воды. Комбинированный блок-модуль – это станция по очистке воды. Получается, население подается очищенной водой за счет фильтров. До 2025 года в регионе планируется провести сети водоснабжения в 65 населенных пунктов. По 35 из них уже готова проектная документация, теперь необходимо выделение средств из бюджета. Еще у 18 селах геологи ведут поиск запасов подземных вод. Аслана Буталипова, Виктор Полярный, Акмулинская область, Хабар-24. Пандемия коронавируса вызвала увеличение смертности на 11% от таких сердечно-сосудистых заболеваний, как инфаркты, инсульты и тромбозы. Такую статистику приводят специалисты в Российском федеральном центре мозга и нейротехнологии. Ежегодно в мире около 15 миллионов человек сталкиваются с инсультом. В России же фиксируют около 500 тысяч случаев каждый год. Во Всемирный день мозга, который отмечается сегодня, врачи проводят лекции для населения, рассказывая о том, как распознать это серьезное заболевание и вовремя оказать помощь. По данным специалистов, каждый пятый случай острого нарушения мозгового кровообращения диагностируется у молодых людей. Около 20% всех инсультов развиваются в более молодом возрасте. И выделена специальная такая категория. Это люди от 15 до 45 лет. Инсульт может даже развиваться в младенческом возрасте и в раннем детском возрасте. Достаточно много регистрируется инсультов в детском возрасте. Это возраст до 15 лет. Инсульт молодеет. Если еще несколько лет назад мы сомневались, то сейчас есть непримержимые факты, которые нам позволяют это утверждать. Амстердам закрывает терминал для круизных лайнеров и вводит ограничения для приезжих. Так, городской совет осуществляет план по сокращению массового туризма и загрязнения окружающей среды. Ранее аналогичные меры принимали в Барселоне, Дубровнике и Венеции. Большинство судов не соответствуют экологическим нормам города, считают муниципальные власти. Помимо этого, жители Амстердама уже давно жалуются на обилие туристов, особенно в центральных районах. В город ежегодно приезжают примерно 20 миллионов отдыхающих, при этом население Амстердама вместе с пригородами чуть превышает 2 миллиона человек. В Алматы ученая создала духи с ароматом апорта. В своей работе Гульжан Тузельбаева использует классическую формулу духов, но при этом добавляет в них национальный колорит. Наргиза Токижанова оценила разработку. Идея создать духи с запахом большого красного яблока пришла к Гульжан во время учебы во Франции. Там она получила необходимые знания и хотела применить их на практике. Она использовала натуральные ингредиенты. Сандал и кедр капнуло немного синтетического яблока, и ей сразу же удалось получить тот самый аромат знаменитого апорта. А чтобы яблоко было сладким и в то же время отдавала кислинкой, добавила ваниль, апельсин и гальбану. Моя дипломная работа была духи апорт. Для меня было очень важно разработать эти духи. Здесь я шла прямо от истоков. То есть это дерево, лепесточки, цветочки, потом цветение. И моя задача была сделать большое красное яблоко с кислинкой. Сначала аромат рождается в голове парфюмера, рассказывает Гульжан Тузельбаева. И только потом воплощается в жизнь. Каждый ингредиент тщательно подбирается, начиная с формулы. Все это разливается по колбам, а затем смешивается. На создание одного аромата уходит около двух-трех недель. По словам Гульжан, в каждом парфюмерном изделии содержится около 20 ингредиентов. Часть из них она заказывает во Франции, а что-то разрабатывает сама. Я делаю несколько вещей из роз. Первое – это эссенция из роз. Второе – это розовая вода. И третье – это синтез. То есть мы смотрим, как можно еще. Природные элементы, они как бы в конечном итоге могут истощаться. Касательно, к примеру, мускуса, амбры, тоже может быть с розой. То есть мы придумываем какие-то, разрабатываем уже какие-то синтетические ингредиенты, которые во всем мире используются. Женские и мужские ароматы – эссенции из бутонов роз и ароматы для дома. Это не весь ассортимент продукции, которую Гульжан Тузельбаева создает вручную. Здесь в лаборатории вместе с коллегами она изготавливает и ароматизированные свечи, и эфирные масла. Особым ингредиентом является алматинская роза. Как оказалось, для получения одного килограмма эссенции роз требуется 770 тысяч килограммов лепестков. Алматинская роза растет близ Толгара при определенных климатических условиях. Берем бутоны роз, получаем концентрат. Именно этот сорт розы имеет очень хороший аромат и является одним из популярных и дорогих ингредиентов в мире. Пока в ассортименте около 60 парфюмов, 50 свечей и 30 ароматов для дома. В скором времени в Гульжан планируют открыть собственный завод и производить до 10 тысяч единиц продукции в месяц. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.